привет вы на канале у татьяны в сегодняшнем видео поговорим о важной теме загнивание завязей кабачков наверное с каждым огородником случалась такая проблема давайте разберем причины почему же это случается я думаю что важной и первой причиной является погодные условия если у вас дождливое лето то это способствует тому чтобы завязи кабачков загнивали вторая причина не менее важная это загущенность кустов кабачков если кусты загущенные значит проветриваемости нет если нет проветриваемости значит завязи кабачков будут загнивать чтобы этого не случалось берем ножницы или секатор и отрезаем нижние листья те листья которые мешают нашим кабачкам вот так срезаем можно за раз срезать по два листа и тогда ваши кусты будут во-первых очень аккуратными во вторых не будут загнивать завязи третья причина это то что не хватает вашим кабачкам микро или макроэлементов к микроэлементам которые могут способствовать загниванию завязи может относиться конечно же кальций йод и бор все этих микроэлементам мы можем внести то есть помочь растению если не хватает кальция вносим кальциевую селитру одна столовая ложка кальциевой селитры разводится в десяти литрах теплой отстоянной воды такую подкормочку можно вносить как под корень или можно опрыскать по листу это как вы хотите если не хватает бора вносим борную кислоту которую я уже развела нам понадобится 2 грамма борной кислоты мы разводим ее в десяти литрах воды но прежде чем это сделать кристаллы бора как я уже сказала только растворяется в горячей воде поэтому берем 2 грамма бора и растворяем в пол литровой баночки горячей воды а потом доливаем обычной отстоянной водой до 10 литров такую подкормку можно вносить как по листу так и корневую подкормку делать и третье это конечно же йод куда же без него если не хватает йода завязи тоже начинает загнивать поэтому берем 15 капель йода разводим в 10 литрах теплой отстоянной воды и вносим под корень или по листу почередуйте такие подкормочки с интервалом в 10 дней и ваши завязи никогда не загниют я вас уверяю и во первых кусты будут красивыми во вторых вы внесете такую подкормочку и завязей будет много и в третьих они никогда не загниют если вы будете придерживаться всех этих правил у вас на столе сплошь до осени будут всегда свежие кабачки и еще хочу вам напомнить если случается так что вот завязался кабачок уже он большой и не опадает цветок ему нужно помочь просто отрываем цветок от завязи вот так берем и отрываем и кабачок растет спокойно и никогда не загниет бывает и такая ситуация что нужно помочь вашим кабачкам сегодняшнем видео я вам рассказала о такой проблеме как загнивание завязей кабачков я думаю что это видео оказалось на сегодняшний день актуальным и полезным для каждого огородника понравилось видео жмите лайк обязательно задавайте вопросы пишите конечно же хорошие комментарии и конечно же до новых видео и до новых встреч пока пока